Как проверить, в какой касте человек находится? Можно это проверить и понять по тем вопросам, которые человек задает. Понятно, что люди могут задавать различные вопросы, которые могут относиться к различным уровням сознания, но преобладающее количество вопросов как раз будет и показывать уровень сознания человека, который он имеет на данный момент времени. Поэтому смотрим, дорогие друзья, на те вопросы, которые вам человек задает. Ну, представители первой касты, какие они вопросы могут задавать? Все вопросы, которые касаются выживания, то есть это где достать еду, где достать жилье, где достать одежду и как продолжить свой род. Ну, то есть вот все вопросы, которые касаются выживания, представители первой касты, как бы они их задают. Задают себе и задают миру. Ну, то есть они ищут возможности заработать деньги для выживания. Поэтому все вопросы, я бы сказал, основная часть вопросов, которые они, собственно, задают, она будет связана с темой выживания. То есть это необходимые базовые потребности человека. Вторая каста, каста купцов. Какие вопросы может задавать каста купцов? То есть мы с вами определились, да, представители каста работников, первая каста, она задает вопросы, которые касаются выживания. Вторая каста, каста купцов, она задает вопросы, которые касаются удовольствия. То есть человек учится получать удовольствие от мира в разных его проявлениях. Почему? Потому что человек, выходящий на уровень сводхистана чакры, в касту купцов, у него основная часть энергии находится на уровне сводхистана чакры, генерируется очень много энергии, и эта энергия направлена на получение удовольствия. Какие удовольствия человек будет получать, зависит от него. Иногда бывает, что человек пускается в кучину удовольствия сомнительного характера. Понятно, к чему это приводит, я думаю, объяснять не нужно. Вопросы, которые человек задает во второй касте, это где взять денег для удовольствия. То есть задача человека это привлечь побольше к себе противоположного пола, поэтому они стараются, чтобы тело было красивым, чтобы одежда была красивой, чтобы человек был привлекательный, чтобы привлекать к себе противоположный пол. И таким образом они свою сексуальную энергию как раз направляют на какие-то удовольствия. Удовольствия в общении, удовольствия в питании, удовольствия в сексе. То есть их задача получать удовольствие, поэтому все вопросы, которые они будут задавать, тема для разговоров, они как правило направлены на получение удовольствия в разных ее проявлениях. Третья каста. Третья каста, каста воинов, это уровень манипура чакры. Какие вопросы люди здесь задают себе, ну и собственно миру. Вопросы, которые касаются уважения, признания социального статуса, значимости силы, воли. То есть здесь тренируется сила воли, самодисциплина и люди учатся как-то влиять на мир. Они учатся что-то делать такого, чтобы люди их уважали, чтобы люди их ценили и чтобы люди их как-то признавали. Поэтому все вопросы будут как раз задаваться в этом ключе. То есть задача людей получить уважение от мира. Каким образом они будут получать, это зависит от их предназначения, от того, что им нравится делать и от чего получают они удовольствие, делая то, собственно, за что и требуют от мира уважения. А представители касты магов, какие вопросы здесь люди задают? Вопросы, которые касаются изменения мира в лучшую сторону. Представители касты магов, это четвертая каста уровня Нахата Чакры, здесь вопросы направлены на изменение мира в какой-то ее части. То есть представитель касты магов задает вопрос, как я могу помочь этому миру? То есть представители первой, второй, третьей касты в большинстве своем, они как бы тянут на себя. То есть что я могу получить от мира? Вернее, что я должен сделать, чтобы получить что-то от мира? Зачастую такие вопросы у них встречаются. Вот, ну то есть они хотят получить что-то от мира, и для этого им приходится что-то делать. Чем выше человек выходит на уровень сознания, повышает свой уровень сознания, тем, соответственно, он для мира старается сделать больше. А процесс получения это уже как в кавычках положительный побочный эффект. Той пользы, которую человек несет в мир. Поэтому представители касты магов, которые переходят на уровень Нахата Чакры, они задают себе такие вопросы, как я могу помочь этим людям? Что я могу для них сделать такого, чтобы мир в какой-то ее части стал лучше? И вот зная, дорогие друзья, эти вопросы, которые люди задают себе и миру, вы можете понять, определить, в какой касте человек находится. Есть много других способов определения уровней сознания и кастовой принадлежности абсолютно любого человека. О них мы говорим периодически на открытых вебинарах, есть также видео на канале YouTube. Можете посмотреть, есть целый плейлист на тему четырех каст. Если понравилось видео, если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал. Меня зовут Евгений Джим. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч. Всем счастливо!